МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И за это предусматривается административная ответственность. В связи с административного штрафа, размер которого может достигать на физических лиц до 2000 рублей. На берегу данного водоема отсутствуют запрещающие знаки аншлаги, предупреждающие о том, что выход на лед запрещен и опасен для жизни. Поэтому в беседе с рыбаками они говорят о том, что они не знали, не владели какой-либо информацией, что в этом месте нельзя выходить на лед. С этой целью главам администрации муниципальных районов, на территории которых находятся данные водоемы, будут направлены соответствующие письма. Инспекторы ГИМС объясняют, толщина льда на водных объектах в настоящее время непредсказуема из-за перепада в температуру воздуха. Непрочный рыхлый лед может разломиться под ногами совершенно неожиданно, а тяжелая зимняя одежда не позволит выбраться из полыньи. Сейчас чуть воду поддадут, как будет? Нельзя ловить, да? Да ловить, мне не надо, находиться на льду нельзя, не рекомендуется вообще. Что, уезжать? А? Уезжать или что? Да вы же не уедете, мы сейчас уедем, и вы назад выйдете. Специалисты МЧС провели с любителями зимней рыбалки разъяснительные беседы и раздали специальные памятки с правилами безопасности при нахождении на водных объектах. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области.